Покупать дорогую технику, вкладываться в модернизацию или работать по старинке. Омские аграрии пока чаще выбирают последнее. Несмотря на то, что на обновление технопарка Минсельхоз предусмотрел в бюджете 1 миллиард рублей. Как оказалось, не все пункты программы развития сельского хозяйства региональные чиновники выполняют с легкостью. Иногда фермерам даже отказывают. Смотрите подробности. В программе развития сельского хозяйства регионального правительства четко прописаны условия предоставления субсидий агрария. Например, 20 копеек субсидия в каждый вложенный рубль на приобретение техники для зерноочистки. Однако, как заверили чиновники, деньги по этому пункту выделять не планируется. В управление обращаемся, говорят, что все прописано, но денег в бюджете не выделено на это. Особенно недофинансирование касается тех фермеров, которые обанкротились. Министерство сельского хозяйства пока не готово брать на себя обязательства и риски за разорившиеся хозяйства. Те хозяйства, которые обанкротились, им поддержка не идет никак. Повысить производительность и увеличить урожай поможет техника. На сегодняшний день недостатка в ней нет. У аграриев даже есть выбор – покупать комбайны импортного или отечественного производителя. У Омска даже есть свой – местный поставщик. Однако, при таком широком выборе сельхозтоваропроизводители все же отдают предпочтение иностранцам. Техника, безусловно, дорогая, но фермерам нравится, что все включено. Они уже не просто поставляют технику. Они спрашивают, а что вам надо? И они сегодня, вот последняя агровыставка, мы же убедились, они выставили образцы, уже не лишь бы их нам предоставить, а уже более приспособленные работы в наших сибирских условиях. Отечественный производитель пока не может похвастаться даже бесплатным сервисом. Конечно, не каждый фермер может позволить себе купить все и сразу. Тем более, что срок окупаемости среднего комбайна не меньше двух лет. В этом году в бюджете под приобретение новой техники заложен миллиард рублей. Лидеры по заявкам на субсидии – Омские и Черлакские районы. Елизавета Нефедова, Ольга Челяева, Игорь Хухрянский. Новости деловой среды. Новости деловой среды. Продолжение следует...